Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Мы начинаем трансляцию второго матча, финала ЕС-портала. Первая игра закончилась со счетом 1-0 в пользу команды Empire. Ну, издевательство, конечно, было. Поначалу Empire выглядели не очень агрессивно, Virtus'a где-то побольше даже киллов умудрились сделать. Но Empire в итоге заработали деньги на необходимые артефакты, а дальше попробуй останови. В чем минусы команды ВП в прошлом матче были? Во-первых, начнем с, пожалуй, главного минуса. Это пик Наги. Очень жадной Наги, которая просто нуждается в фарме. Которой необходимо заработать эти 5 с лишним тысяч после каких-то базовых бомжевых артефактов, чтобы купить свой радианс. И только потом Нага начинает фармить. Без радианса Нага не фармит. Соответственно, она просто манекен для битья. И Иллидан в какой-то момент шел со счетом 1-6 или 1-7. Ну, понятно, что для Керри это как-то несерьезно даже смотрится. Ну и ВП наступили, по сути, попали в ту ловушку, которую сами хотели сделать команде Empire. Они хотели взять героя, который к лейте будет невероятно мощным. И напрягаться остальным не придется, разве что сейвить саму по себе Нагу. А там все иллюзии сделают. Нет, так не случилось. В итоге команда Empire умудрилась до 20 минуты, до появления еще радианса, снести одну сторону. После этого, кстати, снести и вторую сторону. И, к слову, радианс у Иллидана так и не появился. Нормальный ход от Империи. Быстренько закончили катку. Иллидана оставили вообще не у дел. Поэтому, в принципе, что? Расчет шел на одного героя. Этот герой не пошел. Ну, соответственно, вся команда сливается. Это действительно недостаток данной комбинации. Тут, в общем-то, ничего удивительного в этом и нет. Команда Empire забирает себе Лешрака и забирает себе Баунти Хантера. А Virtus.pro берут себе Визажа и Дроу Рейнджеры. Надо уже брать пожирнее саппортов, чтобы фамильяры под аурой дровки не творили чудеса. Ну и смотрите, что, собственно, ВП придумали. Классическая схема Визаж плюс Дроу Рейнджер плюс все вообще, кто бьет у нас не впритык, а издалека. Дроу Рейнджер за счет своей ауры, по сути, будет формировать основной дэмэдж команды ВП. Естественно, это несложно прочитать дальнейшие пики команды ВП. Я думаю, что Empire уже где-то двигаются по банам рейнджевых героев на всевозможные позиции. Virtus.pro забрали себе Баунти Хантера, скорее всего, для Алоха Дэнса. Думаю, что Баунти будет как раз-таки у нас блуждающим по линиям. Вряд ли это будет статичный Баунти Хантер на сложной для Йоку. Да и вообще Empire как-то данным мувом не грешат. Баунти Хантер у нас обычно просто ходячий вард. Ходячий вард, который получает экспириенс, который зарабатывает экспу для треков. А дальше это уже, в принципе, нормальное капиталовложение. Я думаю, что и в данном случае Баунти Хантер, скорее всего, пикнут для Алоха Дэнса. Лишь рак для Резолюшена. Это 100%. Вряд ли Сайлент сейчас будет посягать на Лишь рака слишком хорошо, что он дается Резолюшену. Ну и банит команда Virtus.pro Darkseer. Они понимают, что не Баунти пойдет в сложную. В сложную кого-то еще надо добирать команде Empire. Для Йоку есть, как всегда, Шейкер. Для Йоку есть Сэн Кинг. И вопрос Йоку — это тот случай, когда, может, комбинационно не очень какой-то герой заходит. Но вот за счет индивидуального скилла и за счет умения играть на каком-то конкретном герое — это конкретно Сэн Кинг — это, конечно же, конкретно Шейкер. Тут действительно можно пожертвовать и комбинацией. Плюс-минус, конечно, пожертвовать. Естественно, и один, и второй заходят под любую комбинацию достаточно неплохо, потому что сам по себе очень мощная фигура у нас на карте. Ну и посмотрите, что произошло. Собственно, что случилось. Сайт Pinnacle Sports уже у нас изменил коэффициенты на империю. Уже не 2 с копейками на империю, а уже 1.925. У Virtus.pro 1.892. И уже не разбериха просто. Полнейшее творится у букмекеров. Они не очень понимают. Вроде бы не готовы были. Вроде бы, точнее, все были готовы к тому, что ВП мощнее, ВП сильнее. Они по сетке венеров шли. Они без каких-то проколов здесь. Они Вегу там наказали по сетке венеров. Вегу, которая один раз наказала команду Empire. А теперь после первой игры стало понятно, что Empire заряжены очень плотно. И по нижней сетке прошли, особенно без напрягов, Вегу 2.0, Франкер Сенси Кэптон 2.0. И пока что 1.0 выигрывают у команды Virtus.pro. Четвертый пик для ВП это ПАК. ПАК наверняка отправляется у нас в центральную линию. Я думаю, что ПАК, скорее всего, для года. Или Дан будет у нас отыгрывать на Draw Ranger. Ну и посмотрите просто по пику. Собственно, ничего особенного, что я это знаю. По сути, я должен это знать. Но факт есть факт. У команды ВП из четырех героев все четыре рейнджевые. Все это под дровку, все это под классическую комбинационную схему. Ну и Даззл в пике команды ВП. Хоть кто-то себя подсейвить сможет из саппортов. Даззл у нас в Шалу Грейвум. Может, где-то и не отъедет от фамильяров. Ну, бить будут Даззла так, что пыль будет в разные стороны лететь. Гирокоптер для Сайлента. Четвертым пиком. Ну, тут по классике пошли. Осталось только взять классического Шейкера. Или классического для Йокусен Кингам. Я вижу, что команда Эмпайр забрала тех, кем играет часто и играет хорошо. Вообще, давайте покажу еще раз вам героев одной и второй команды. Ну и перейдем на пятые баны. Посмотрите, что у команды Эмпайр. У команды Эмпайр гирокоптер постоянно залетает в пике. Если это возможно, залетает. Он третий у нас по количеству пикнутых, распикнутых. И гирокоптер при этом имеет винрейт 70 с лишним процентов. По-моему, от 70 до 73 точно цифры сейчас не назову. Клокверк. Все-таки Клокверк. Ни Шейкер, ни Сэнд Кинг. Клокверк. Отлетает в баню команды Виртуз Про. И последний бан от Тим Эмпайр. Здесь что есть? Здесь есть керри, здесь есть два саппорта. Здесь есть мидлейн и оффлейн. Команды ВП тоже должен быть заблокирован. Шейкера забирает себе Виртуз Про. Ну что, Сэнд Кинг, ни Сэнд Кинг. Как оно все будет? В принципе, Магнус, мне кажется, по данному пику зашел бы очень хорошо. Под Лешрака стяжка РП. Под Дазлас ультой класс. Под гирокоптера, у которого кулдауны, флегкеноны, рокет бараши. Все это как-то АОЕ рассказ команды Эмпайр превратит просто в сущий ад для команды Виртуз Про. Я думаю, что Магнус более чем полезен был бы здесь. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Плюс буст на гирокоптера. Тоже вещь не бесполезная. Это фактически плюс один артефакт. Кентавр. Иными путями отправилась у нас команда Эмпайр. Забирают Кентавра. Ну и что? Пожелаем удачи командам. Сразу же перейдем по расстановке и по разбору героев. Резолюшн забирает себе лишь рака. Баунти Хантер будет играть у нас на Баунти Хантере, точнее. Будет... Так, одну секунду я... Сейчас... Сразу все под настрою и... Перейдем к игрокам-героям. Все. Все в порядке. Все готово. Гоу. ФНГ забирает себе Рубика. Иллидан будет играть на Дроу Рейнджер. Гот будет играть на Паке. Фобос будет отыгрывать на Шейкере в сложной. Иллил забирает себе Визажа. Со стороны команды Эмпайр. Которой играет у нас за Дайр. Сайлент берет себе Гирокоптера. Алоха Дэнс будет играть на Баунти Хантере. Йоку Кентавр Вар Раннер. Эмпайр Дазл. Это Олвис Унафлай. И Резолюшн забирает себе Лешрака. Эмпайр уже. На случай, если вдруг кто пойдет вардить у нас сложную линию. Отправились. Поближе как раз таки к Лайну. Но здесь Фобос не ныряет сюда. У Фобоса, кстати, и вардов нет. В какой-то степени это и помогло Фобосу. Потому что слиться здесь на ФБ было вообще не сложно. Гирокоптер на ранних левелах. Я думаю, никто спорить не будет. Через Рокет Бараш Шейкера просто стер бы. Ну и Шейкер сам по себе не очень плотный герой. Всего лишь 600 хп. Рокет Барашем тут потрепало бы его знатно. В четвером игроки команды Виртуз Про у нас на топ руне. А здесь в Соло Резолюшн заберет руну. Без сопротивления, спокойненько. Ставку поставили на нижнюю руну. Ставка сыграла. Алоха Дэнс уже во вражеском лесу. Кого здесь будет ловить Алоха Дэнс? Конечно же Курьера. Ну Курьер будет не скоро. Год купил себе Нул Талисман. В принципе сейчас должны это прочекать. Алоха Дэнс должен понимать, что год не так уж и скоро заведется банкой. А значит и Курьер не очень скоро будет у нас идти сюда. Нет, Курьер здесь. Но роль Курьера исполняет ФНГ. Вряд ли Алоха Дэнс будет у нас как Курьера резать ФНГ. Хотя может пнуть. Так, между прочим. Чтобы не расслаблялся. Команда ВП понимает, как действует Алоха Дэнс. Алоха Дэнс действует в классической для себя манере. Есть Баунти Хантер, есть Инвиз. Гоу пилить Курьера. Нормально. Курьер не сопротивляется на ранних лвлах. Дэмэджа для него не так уж и много надо. Ну и Алоха Дэнс пока что здесь. Экспириенс вообще не получал. Ну на всякий случай стоит. Вдруг перепадет хотя бы какой-то кусок. Достаточно хороший выбор, я считаю. Мидера против Резолюшена. Пак против... Так, выход у нас пошел на Года. Резонули Года один раз, Резонули второй. Ну и Год немного потерял. Считаю, что очень хороший выбор от команды Virtus.pro. Против Лишрака. Пак. Ну прям раз чудесная штука. Благодаря фейтшифту ФНГ у нас. Кстати, на лоу ХП. Резолюшен тоже на лоу ХП. Элизори Ор пошел у нас от Года. И Год забирает Резолюшена. В это время Алоха Дэнс дорезает у нас ФНГ. И один в один разменялись. Но, естественно, с преимуществом для команды ВП. Потому что First Blood отлетел... Да ладно. Это что? Это шутка что ли? 250 голды дали Эмпайр. И... По экспириенсу больше получили ВП. Но 170 против 250. В итоге Эмпайр заработали больше в этом файте. Но это надо как-то менять. Сейчас Дота слишком мало дает за ФБ. Файтерикапы постоянно меня удивляют. Постоянно. Ну и по лайнам. Давайте пробежимся взглядом. Шейкер у нас на сложной линии от Фобоса. Сайлент фармит против Шейкера. И Сайленту помогает Олвесу на флай. Ну и Шейкер проседать будет сейчас по фарму. Безусловно Олвесу на флай. Все получается по отводам. Крипы здесь погибают. Крипы не доходят до Фобоса. И Фобосу надо уже в какую-никакую задницу влазить. Не самая приятная ситуация. Кстати, Флай может зацепить Фобоса. Сайлент летит за ним. Алоха Дэнс уже сбоку подходит к Фобосу. Фобос делает два шага вперед. И это явно ошибочные шаги. Флайк Кэннон пошел у нас уже от Сайлента. Напиливают по Фобосу. Еще пару ударов. И Фобоса должны забить здесь. У Фобоса 30 хп. Алоха Дэнс дальше за ним. И Герокоптер. Разваливает у нас оффлейнера команды. Виртуз проще. Становится 2-1. Эмпайр повели по фрагам. За Тауэр в это время ВП у нас на легкой линии для себя зашли. Здесь много дэмэджа. Здесь Дроур Рейнджер уже с нормальным количеством дэмэджа. Здесь ФНГ и Лил. Естественно, не будут прощать Йоку. Йоку надо езать с Томп. Потому что его просто здесь раскатят и развалят. И вот таки раскатили и развалили. Лоу хпшный ФНГ просто отсюда уходит. Лил тоже у нас за Тауэром танковал. Проблем как таковых для ВП не оказалось. Йоку раскатили. Ну, ему непросто. Во-первых, замедление от Визажа. Во-вторых, замедление от Элит Дана. Уже второй Фрост Тароус от Дроур Рейнджер. И прилетает сюда Йоку. Кого будут пилить? Будут Лила пилить. Йоку должен Лила забирать. Еще один удар от Кентавра. Минус. Минус Визаж. Лила отправляется в таверну. И это 373 подарочные голды для команды Эмпайр. Без напряг. Просто как-то недоконтролила одни. Одна команда недоконтролила другая. Где-то опрометчиво поступили. Получили по щам. Отправились в таверну. Ну, а нам какая разница? Фраги есть. И то хорошо. Дроур Рейнджер просто пополам разрезает Йоку. Через Дабл Эдж. Алоха Дэнс лоу ХПшный. Алоха Дэнс убивает. В итоге Лил. Размен один в один. Но мейн керри команды ВП у нас отъезжает. И только Алоха Дэнса потеряли. Алоха Дэнс слегка рахитичен. Здесь у него по фарму не алё здесь ситуация. Да и по левелу не очень. В плюсе, по идее, должна остаться Империя. Так и есть. 315 по голде. 230 по экспириенсу для команды Эмпайр. Год фармит лучший резолюшина. Так, наверное, и должно было быть. Потому что все попытки Лишрака продамажить Года разбиваются в фейсшифт. В один прокачал пак. Ну, для профессионального игрока больше и не надо. 0.75 вполне достаточно, чтобы Шторм Лайтнинг заивейдить. Лайтнинг Шторм, точнее, заивейдить от Лишрака. Чем Год небезуспешно и занимается. И уже смещается у нас резолюшин на нижний лайн. Варды от команды Эмпайр. Здесь в центре стоит тот ВП. ВП не видели здесь никого. Йоку увидели. Ну и, по-моему, кстати, да, по-моему, резолюшин увидели. Потому что отошли под тавр. Да, там спалилась команда Эмпайр. 3-4, 5 минут сыграно. По голде Эмпайр впереди 500. По экспириенсу 750. Чуть-чуть меньше для команды Эмпайр. Как там у Фобоса дела? 9-0. Неплохой крипстат. При том, что загонять его, по идее, Сайлент должен был нон-стоп. Плюс, always on a fly постоянно напиливает. Да и подойти близко к Сайленту. Продамажить вариантов немного. Потому что все время тусил здесь дазл. Ну и Фобос еще ничего так. 9 крипов уже какой-никакой плюс. Ну и теперь более-менее комфортная ситуация для того, чтобы стоять на линии. Алоха Дэнс тут в зону комфорта Фобоса вторгся. Видят Фобоса. В это время там погоня пошла за годом. Флай ловит у нас год. Дримкоил не жалеет год. И один фраг, еще один фраг для команды ВП. Ну и Алоха Дэнс, между прочим, уже пробежался. Естественно, никого трогать руками здесь он не будет. А вот руну контролить будет. И год, в принципе, на эту руну-то у нас претендует. Будет ли ждать года Алоха Дэнс? Нет, сразу же забирает баунти руну. Чтобы даже сомнений не было у года, что он без руны у нас будет стоять. В это время Йоку забирает хосту на нижнем лайне. Так, выход на Фобоса. Готовится Алоха Дэнс. Должен подрезать Фобоса. Сюрикен сразу. Пошел у нас колдаун от Сайлента. Гирокоптер забирает пятый фраг для команды Эмпайр. Йоку на хосте, на центральную линию. В года можно ловить. Можно и нужно. Дримкойла нет. Через Моннингрифт попробуй еще про Юзай. Шифт потрачен. Курьер, кстати, прям-таки над Йоку. Йоку пытается где-то в эти елки пролезть. Не получается. Йоку надо отсюда идти. И хоста у Йоку закончилась. И куда вообще, бедняги Йоку, деваться? Он просто стал за дерево. Не надо ничего выдумывать. Просто в любой непонятной ситуации стой за деревом. Он просто стал за дерево. Все. Его не видно. Нормально. Маскировка просто уровень бог. Алоха Дэнс. Уже рядом с Годом. Уже готов нарезать Года. Подождали, пока Фэйшик будет про Юзом. Ну и Сплитос не очень удачно у нас. Резолюшена. Лоу-хэпешный Алоха Дэнс. Алоха Дэнс в таверну. По Дрим Койлам Лешрак. Но Дрим Койла разрывать тут никоим образом вообще нельзя было. Лешраку в итоге. Эмпайр теряет двух игроков. ВП выходят вперед. Йоку сюда уже не полезет. А Фобос идет на перерез. Фиссура у Фобоса достанет или нет? Сейчас узнаем. Но даже если достанет, в принципе, дальше цеплять нечем. Год вряд ли бы в соло полетел на Йоку. Все-таки здесь уже приличное количество ХП. Да и остановить у нас того же года Кентавр мог бы. Ну и в соло лезть не вариант. Плюс вижна нет. Мало ли кто там есть. Мало ли кто уже на Т2 прилетел. У Сайлента по фарму, я так понимаю, дела расчудесные идут. Нет, Сайлент проигрывает Году по фарму. Но так было и в прошлой игре. Год у нас перефармливал Сайлента до поры до времени. Ну, я думаю, эти пачки крипов нейтральных Сайленту дела экономические подправят. У Дроу Рейнджер уже есть ульта, два рейсбэнда для Иллидана и один ПТ. Не надо тут. Просто от обратного пошла команда Virtus.pro. Реально совсем противоположная ситуация. Там была Нага, которая зависела от денег, которой надо было так много денег, чтобы первый артефакт получить, что это прям незаконное количество для игры вот с таким соперником. А здесь просто Дроу Рейнджер, тот герой, который с самыми бомжовыми артефактами умудряется громаднейшее количество дамаги иметь. И вы видите, что с Ало Хаденса происходит. Иллидан просто с двумя рейсбэндами, с одной ПТшкой. Через Фрост Эрос, даже Аура всего лишь в один вкачанная, и при этом у Дроу Рейнджер 150 с руки. Замедление есть, благодаря Лилу замедление просто колоссальное. Ну а там уже иди и разваливай. Например, Алоха Дэнс жертва номер один для команды Virtus.pro. Дазл еще какое-то время через Шалу Грейв у нас пожить может. А вот Алоха Дэнс, если просветку получил, то все, практически со стопроцентной вероятностью труп. Ну а Алоха Дэнс по привычной схеме. Курьер будет, зарежу Курьера. Кто-то будет отходить, зарежу того, кто будет отходить. Но для этого Сайленту надо какое-нибудь какое давление оказать. Кстати, Фобоса можно-то уже и ловить. Сайлент у нас, кулдаун на Фобоса. Алоха Дэнс здесь и оставит Фобоса. Второй, вторая ракета от Сайлента. Баунти Хантер забирает этот фраг. Ну и просто уходит отсюда Алоха Дэнс. Просветки у Пака нет. Поймать Алоха Дэнса не получится. Просто на тупом год у нас дает Ильзори Орб вдруг попаду. Ну и понимает, куда у нас Алоха Дэнс отправился. За руной, безусловно. Алоха Дэнс, мсти году. На тебе под пачий хвост. Год немножко хп-шкой поплатился за такой наглый отбор руны. В это время у нас Резолюшн на нижнем лине рассыпается. Команда Эмпайра отправила самого нафармленного героя. Нет, не самого, кстати, а Резолюшн на третьем месте. Жесть-то какая. Йоку наваливают уже благодаря фамильярам. Фобос здесь. Фиссуры остановили Флая. Флай уже и подхилить своего тиммейта просто не мог. Минус два делает команда Виртус Про. Потеряли только Рубика. Ого-го. Так тут ВП должны неплохо так по денежкам подняться. 700 голды для команды Виртус Про. И 960 экспириенсов тоже для ВП. Алоха Дэнс уже есть шестой левел. Резолюшн как-то не очень впечатляет в данный момент. У Резолюшна есть Аркан Буцы. У него есть Нул Талисман. У него есть Боттл. И Понетворс он на пятом месте. Ого. Вот так Год натворил чудес. У Года уже есть Даггер. У Года есть Нул Талисман, ПТ. И Боттл тоже есть для Пака. Всего предостаточно. Год чуть ли не в два раза переформил Резолюшна. Команда Эмпайр центральную линию проиграла 100%. Здесь уже нет Тавера. И вы видите, что по фарму у Пака. И Пак может неприятностью стать огромнейшей для Империи. Тем более Год, который реализовать этого Пака сможет с закрытыми глазами. ВП впереди по голде. 600 по экспириенсу. Впереди команда Эмпайр. 400. Алоха Дэнс видит у нас Иллидана. Иллидан. Бедненький. Даже голову поднять не успел. Ну и очень удачно разместились игроки команды Эмпайр. Алоха Дэнс у нас не попал под гаст. Соответственно и нарезать смог беспроблемно. Ну или Шрак забирает Иллидана. Между прочим, так, Резолюшн мимо пробегал и втащил. Так, ловит у нас Лила. И Лил здесь под кулдауном 100% не выживает. Дримкойл от Года. Ого-го. Вот это жесткач. Год тут просто команду Эмпайр, я не знаю, просто беспомощными котятами сделал. Вот это Дримкойл от Года. Мидлейнер команды ВП здесь фактически выиграл драку чуть ли не в соло. Дримкойл по всем. Уолнингрифт был по всем, или Зори Уорб был по всем. И Сайлент через Фазы, через Яшу, которая у него есть, просто старается свалить всячески. И никуда Год его не отпускает. Год это просто МВП этой драки, безусловно. Году Респектуля отлетела 100%. 13-10 ВП в этом файте, по-моему, троих или четверых забрали. Ой, как жестоко, конечно, Пак влетел в этот файт. Ну и ВП должны повезти уже по голде, причем с нормальным преимуществом. Ну и Резолюшн. Резолюшн отстает от Года, и по игре видно, что Год у нас поярче смотрится. И, собственно, и динамика развития будет у Года посильнее. Если же Лишрак у нас в долгий ящик отложит Бладстоун, и главное, заряды в этом Бладстоуне, то как бы Пак не подизнасиловал всю команду Эмпайр. И ВП по голде пока графики не обновились. Пока что на позиции 600 держится по экспириенсу 1000. Нет, ВП не так уж и много. ВП еще и в этом файте проиграли. Что происходит? Что с графиками творится? Роха падает для команды ВП, сбирает ее Дроур Рейнджер. Ее это Аэгу, безусловно. Йоку видят. Год пока что не прыгает. На Йоку у Года уже есть Дрим Койл. И он знает, что делать с этим Дрим Койлом, и он показал, что он будет с ним делать, причем постоянно. У визажа 8 левел. Есть Транквил Буци. Готовится к появлению в перспективе Солар Крест. Сейчас пока что Медальон. Год в это время забирает у нас Баунти Хантера. Даже не уследил. Как-то очень быстро. Как бы такими темпами пак у нас в догон не пошел какой-нибудь. Я просто развалил одного за другим. Хотя, опять же, деньги капают Году. Причем капают быстро. Вы видите, что Год перефармливает Герокоптера. Сайлент получал уже от Элидана. Но это не прошлая игра. У Сайлента хорошие артефакты. У него уже есть Сенжин Яши. У него уже есть Рингов Аквила. Есть Фейсбу Ци. Ну Элидану это все не нужно. Элидану и без этого у нас очень мощно выглядит Год. Еще один фраг. На этот раз Даззл у нас под Сайлентсом. Нифига вообще не может сделать. Йоку ловит ФНГ. Рубика разрежет еще до того, как он опомнится после стана. Дальше пошла у нас погоня от команды Эмпайр. Стампит провязал у нас Йоку наконец-то. Но Йоку лоу хпшный. Йоку вынужден отсюда уходить. Резолюшн. Цепляет у нас Дроу Рейнджер. Или Дан Аэгу потерял. Или Дан после Аэги тоже погибает. Минус 3 делает команда Эмпайр. Год отсюда уходит. У него нет маны. Резолюшн догнать его тоже не может в принципе. Еще и по Фамильярам настреливает здесь Сайлент. Последний удар от Резолюшена. Минус Фамильяр. 2600 Эмпайр выигрывает по золоту. И 2300 они выигрывают по экспириенсу. И дальше гонит Алоха Дэнс Фобоса. По трекам Фобоса. У Фобоса есть Ахатслем. У него есть Фессура. Ну Алоха Дэнс близко не подходит тут. И правда ни к чему это. Ну и Сайлент доигрался. Думал что Год ушел. Да куда Год уйдет отсюда? У него пруха просто такая началась. Что вряд ли у нас из файта будет уходить пак. Но пак безусловно МВП этого матча. Никуда от этого не деться. И чем дальше я думаю тем больше. Юл уже есть у Года. У него даггер. У него ПТ. У него нормальное количество ХП. Мобильность крутейшая. Все. Сейчас фейсшифт. Точнее. Будет четвертого левела. И поймать Года просто нереально будет. Даггер есть. Если что улететь из фейсшифта. Юл есть что-нибудь заивейдить. Кого-нибудь зацепить. Кого-нибудь из файта выключить. Ну. Пак очень скользкий. Неприятный герой. А с вот этими двумя артефактами. Это вообще прям. Жесть как сложно. Но Эмпайр. Выигрывают по голде 500. И по экспириенсу 500. В пользу команды ВП. Почему же так? Вроде Пак получше фармить. Но здесь отставание. Тут Резолюшн и Йоку. На четвертой и пятой позиции соответственно. Дальше Фобос. И Алоха Дэнс. Ну и два саппорта команды Виртус Про. Не очень ярко у нас выглядят. Флай вообще конечно несчастный. Тут в канализации просто. По фарму. Но Лил и ФНГ невысоко поднялись. Забирают еще один фраг игроки команды Виртус Про. На этот раз Алоха Дэнс отправился в таверну. И причем шестой раз уже Баунти Хантер погибает. Ну и кто же вы... Кто бы вы думали руководить здесь всем. Рубик получил фраг. Но без года дело тоже не обошлось. У года стата 6.05. Кулдаун от Сайлента. Сайлент сам близко не подходит. Вдруг еще и зацепят. Сайлента. Просто на подсейв. Крипы развалились. И Лилдан уже танковать Тауэр не будет. Фактически Тауэр от Дэфали. Йоку в своем лесу. Резолюшн в своем лесу. Резолюшн уже есть Солбустер. Резолюшн уже есть Солринг. Ну и копейки остаются до рецепта на Бладстоун. Какой-никакой плюс команды Эмпайры. Это вот тот артефакт, который... УВП был в прошлой катке. Прям вообще мастхэв. Это радианс на... Радианс на Наги. Это такой же радианс, только на Лешраке. Потому что через пульснову у нас Лешрак дэмиджа огромнейшее количество вносит. Постоянные Лайтнинг Сторм, Сплитесы. Ну и пульснова от Лешрака чем хуже, чем радианс. Даже не хуже. Мана есть. Почему бы и не жечь всех вокруг. Олдисвона Флай. Вот это я попал, подумал. Флай. Или если успел вообще подумать. Просто поворот не туда. Это же надо. Рояль какой-то упал на голову. Олдисвона Флай. Или наковальня, которую... Кто-то почему-то из самолета выбросил. Прям на голову Флай. Флай даже и опомниться, наверное, не успел. Ну и команда ВП собралась у нас на нижнем лайне. Единственный, кто не с командой, это Пак. У него и без команды все неплохо получается. 6 киллов, 6 ассистов. Йоку ловят. Йоку провязал стампит. Поднимает у нас Йоку Лил. Разрезали у нас бедняжку Кентавра. Кулдаун пошел от Сайлента. Лил зацепила едва ли здесь. Здесь ульта от Олдисвона Флайа по всем. Без дефа команда ВП. Причем частично. Но далековато. Лил стоит, далековато ФНГ. Те, кто попали под ульту Дазла, до них просто не добраться. Поэтому и дамажить их нет смысла. И ВП забирают еще один Тауэр по нижнему лайну. ВП уже забрали 3 Тауэра. Команда Эмпайр, в свою очередь, забрала только 1. Только 1 на собственной легкой линии. И при этом Эмпайр в плюсе по голде, по экспириенсу немножко проигрывает команде ВП. У Лишрака уже есть Бладстоун. Резолюшн с ним. У Геррокоптера от Сайлента уже есть. Доминатор, я думаю, что БКБ пора бы уже. Тут Шейкер есть, который просто будет держать у нас под контролем Сайлента. И это безусловная проблема. Поэтому у БКБ надо задуматься Сайленту. У Кентавра от Йоку. Ринг оф Хелс уже имеется. Скорее всего... Скорее всего... Скорее всего вот что. Скорее всего Стаут Шилл появляется у Йоку. Вангвард на Кентавра уже пошел тариться. Дальше, я думаю, Гвардиан Грифс увидим. У Дазла ничего полезного нет. У Лудесона Флай бедняжка 1680 NetWars. Ну это... Действительно печальные показатели. И Алоха Дэнс... Уже практически с Меккой. Не только с Меккой, а в скором времени еще и с Гвардиан Грифс. Скорее всего Аркан Буцы у Баунти Хантера есть. До Мекки Копейки остаются. А там... За рецептом, я думаю, дело не станет. Команда ВП. По артефакту. Медальон есть у нас у Лила. Есть Транквилл Буцы. У Шейкера есть Даггер. Так что Фобос у нас супермобильный будет. Файтер к нему лучше не подходить. Да и близко не держаться. С Шейкером Упака. Есть Юл, есть Даггер. И 1000 голды после Гема. А нет, Гем ФНГ покупал. Год на Гем не тратился. Есть Юл, есть Даггер. В принципе, для того, чтобы не умирать, артефактов предостаточно. А если не умираешь, то и деньги капают. И деньги можно тратить с умом, тратить на артефакты. Чем, я думаю, год в ближайшее время и займется. У Дровки от Элидана. 2600 на руках. У Греклаб есть. Скорее всего, БКБ будет тарить Дров Рейнджинг. Против Ризали Ушина Фобос. Прыгает у нас на Йоку. Эхо Слэм еще Фобос не юзал. Йоку и без этого развалят. Колдаун по всем. Сайлент под флэк Кенноном. Минус 3 делает Сайлент. Как неудачно ВП здесь ворвались. И бедняжка Пак. Кто же дал вообще? Юл, фейсшифт. Какой нахрен фейсшифт? Гирокоптер просто стирает команду ВП Сайлент. Минус 3 в этом файте. Минус 4 в общей сложности делает Империя. 2600 по голде, 400 по экспириенсу. Просто свалился на голову так, как Always on a Fly тогда. 4 героя команды ВП свалилось. А так 4 героям на голову свалился Гирокоптер. И кулдаун туда, и флэк Кеннон, и Рокет Бараж. Все. Гирокоптер уже у нас пошел в БКБ. У Сайлента дела расчудесно. Он выходит вперед по Нетворсу. 11500 для Сайлента. Фиг ты его вообще теперь остановишь. Сайлент как-то даже фармить стал побыстрее. Ну а почему бы не фармить? Минус 4 сделать в одном замесе. Понятно, что близко игроки команды ВП сейчас не находятся. И просто обвалились графики вниз в пользу команды Эмпайр. Было на 2000, а сейчас 4,5. И по экспириенсу 4 тоже. Просто вертикальная прямая, которая стремится в сторону команды Эмпайр. Ой, переворотик, а. Тут не камбэчили игроки команды Эмпайр. Они не проигрывали сильно. Но вот такой отрыв, такой задел на верстате. Это, конечно, жестко. Очень жестко. А прокинули команду ВП на копчик. И надо ВП что-то думать. Что-то думает, решает Дроу Рейнджер. Пока вообще не впечатляет. 2-4 идет Элидан. У него вторая игра подряд. Ну, если не сказать, что провальная, то в данном случае около провальная. Элидан 2-4. Он фармит крипов, но при этом в файтах он просто мясом становится для команды Эмпайр. И Резолюшн здесь получил зарядов Бладстоун. И уже появляется Матрил Хаммер. У Резолюшена в БКБшку, скорее всего, пойдет Резолюшн. Плейт Мэйл откладывается до лучших времен. Шива пока что не собирается. Ну, Сауэнд еще и Тауэр по низу, скорее всего, заберет. В это время Т1 допилили на топ-лейне игроки команды ВП. А Эмпайр забирают Т2 по нижнему лайну. И деньги поплыли в сторону команды Эмпайр. По графикам, я думаю, Эмпайр продолжит свое нашествие. Так и есть. Графики движутся в сторону команды Эмпайр. По экспириенсу немножко ситуация выровнялась. Ну, или просто остановилась. Файтов не было. В принципе, там, крипов немножко размяли. Что одни, что вторые. Пока Табр забирали. Поэтому, понятное дело, что по экспириенсу ситуация ровная. Ух же, скач. Больше таких масс-файтов. Дрор-рэнджер уже с Блэкинг Баром. Ну, или да, ну, надо идти в дэмэдж. Это герой дамажащий. Это герой, который должен убивать. Это герой, который живет благодаря тому, что файтится. Ну, БКБшка, и это просто потерянные 3 900. Я думаю, вы представляете, во сколько бы дэмэджа превратилось в 3 900, если бы покупались артефакты конкретно на дамагу. Но здесь Элидан понимает, что если он умер 4 раза, то умереть 5 раз это не проблема. А дальше 6-й, 7-й. Нага уже показала, что за Элидана команда Эмпайр очень плотно взялась. И отпускать его не будет Эмпайр. В это время забирают Т2 по нижнему лайну. АВП во главе с Годом подпушивает уже под хайграунд. Молодцы. Нашли чем ответить. Элидан напиливает по таверу. Кулдаун опять по всем. Сайлент, что ты делаешь? Прекрати. За Элиданом дальше погоня. Сайлент просто разбивает лицо керри команды ВП. Минуса эго. Дроу Рейнджер сейчас встанет без БКБ. Резолюшн уже здесь. По таймингу. Вэлидана топает по голове всем Йоку. Дримкойл очень классный от Года, но Эмпайр, кстати, и подразвалиться может. Сайлент. Лох и Пэшный Сайлент отваливается. Минус 3 от Эмпайра. Одного Сайлента потеряли игроки команды Империя. И Год отсюда бежит. Йоку вряд ли отпустит у нас Года. Чирканул немножко под хвостик Паку. Пак пополам раскрылся. Жесть. Империя выигрывает 4 в 1 этот файт. Счет становится 21-21. Потеряли только Сайлента, но как же круто отыгрывает Сайлент. Сайлент все время в том месте, в котором необходимо. И в то время, когда его там ждет команда Империя, но совершенно не ждет команда Virtus.pro и ВП все время кружком собираются. Ну-ка, Сайлент, покажи свои ракеты. Кулдаун залетает, если не в пятерых, то минимум в трех. Постоянно минимум в трех. И гляньте на Дроу Рейнджер. 2-5. Бедняжка или Дан, а? Так и с Дотой закончить можно. 7500 голды Империя. 6000 экспириенс. Тоже Империя. Букмекеры, что с лицом? Гвардиан Грифс на Алоха Дэнсе. Как-то полюбился ему данный артефакт. На Андайенге, пожалуйста. На Баунти Хантере, пожалуйста. FNG-шный гем еще капнул у нас Алоха Дэнсу. Ничего покупать не надо. Все за тебя. Скупят, отдадут, подарят. Год у нас с Дагоном все-таки. Все-таки с Дагоном у нас год. Чтобы быстро кого-то выключать. Год. Сразу через Иллюзорию Арбу. И сваливать отсюда. Ну, и выйдет здесь пак все. Но это в одиночестве. Когда там против Алоха Дэнсов в Соло приходится Монсити. И выйдет все... Какие там все касты? Какие там вообще касты у Баунти Хантера? В принципе, Сюрикен один запустить. Но за и выйдет Сюрикен и я мог бы клешней своей. Понятное дело, что год в Соло, конечно, вряд ли кто-то года убивает. Вот. Но когда массовый раз каст идет, год там бедняжка у нас и от того же Кентавра может развалиться. Мы видели, как Йоку вот здесь вот добивал дабл-эджем года. 21-21 по голде. Империя впереди. По экспириенсу та же ситуация. Империя впереди. И пока что, мне кажется, что ВП по шансам плотно проседает. У Шейкера есть даггер. У Фобоса также есть форс-став. У него на все хватает маны. В принципе, благодаря Солу Рингу. Но Фобосу просто не дают нормально раскастоваться. Как-то все слишком хорошо у Империи в последние 10 минут. У Йоку уже есть Кримзен Гвард. У него есть даггер. И что-то в Курьере нет. В Курьере для Йоку ничего не бежит. Я смотрю на Пэта этого. Мне постоянно кажется, что это Курьер что-то несет и никак не может донести своему хозяину. У Баунти Хантера мы видели, как дела обстоят. Скорее всего, еще и Пайп будет тарить Баунти Хантер. Просто все в дом, все в дом. Мы Лидана поймали. Лидан в таверну шестой раз. Ну и с Томпит от команды Эмпайр. Дальше за годом. Год Дрим Койл по Кентавру и по Сайленту. Можно и постоять. По ХП никто не просел. Разве что Кентавр. Но это вопрос одного хила от Флая. 970 голды за Лидана. Ну, странно. Лидан вроде у нас бомжует здесь. А так много за него платят. Тут же сама Дота в пользу команды Эмпайр. Действует. Резолюшн заходит на хайграунд. Или Резолюшн. Диаболики 4-го левла. Диаболики проюзаны. Тавер пилится. Тавер уже больше половины ХП потерял. Фамильяров посадила команда ВП. Все здесь. Все на хайграунде. Сайлент юзает у нас в БКБ. Начинает настреливать по всем. Дальше за Лилом погоня заканчивается. Сайлент просто отходит. Надо отойти команде Эмпайр. Отхилится. Потом заходить на хайграунд. У Тавера 70 ХП. Вот катапульта здесь допилит. Даже и не фиг думать. Ну и Гот. Гот ничего с этим Дагоном сделать не может в принципе. Что с этим Дагоном вообще сделать? Куда его вставить? Какая польза у Дагона? Ну, понятное дело, что Пак не шел бы у нас в Дагон, мне кажется, если бы все было хорошо. Прыгать на Алоха Дэнса здесь Гот. Алоха Дэнс через Гуардиан Грифс. Все, Дагон закончился. Дагон был проюзан. Баунти Хантер идет и хилится. Хилится и идет. Алоха Дэнс уже не боится Пака. И тут вопрос не в том, что Дагон второго левела. Был бы Дагон пятого левела, Алоха Дэнс ушел бы на 50 хп, а не на 300. Ой, какая неприятность у команды ВП. Эмпайр выигрывает по голде 11, по экспириенсу десятка в пользу Империи. Ну и давайте по артефактам пробежимся. Давно не было модного приговора у нас. Гирокоптер с Инжиньяша есть, БКБ для Сайлента имеется, Доминатор есть, рингов Аквила и 4000 у Сайлента. Скорее всего, МКБ в скором времени появится. Или любая другая хрень на Гирокоптера, которая в любом случае идет в плюс. Тот герой, который что ни собирай, все полезно. Алоха Дэнс Глиммер Кейп все-таки старил. Я думал, Алоха Дэнс у нас в пайп пойдет. Кентавр с Даггером. Кримзен Гвард есть. Став оф Визадри от Кента. Йоку зачем? Может даже, кстати, и Аганим появится на Кентавре. Хотя, кто его знает. Может и не появится. Купил и продал. Просто троллит меня Йоку. Купил Став оф Визадри, продал сразу же. Понапрягайся. Чтобы я мозги понапрягал, что он будет собирать. Кстати, Даггун почему бы и нет? Если команда давит, если команда выигрывает по голде, по экспириенсу, Иллидан опять поворот не туда. Топнули по голове. Стампит. Не пожалел Йоку. И не пожалели Иллидана, что самое печальное для команды ВП. 2-7-4. Дроу Рейнджер, иди в лес, фарми там. Иллидан, хватит, хватит, остановись. Жалко, конечно. Иллидан, понятное дело, что имеет крутейший скилл, но здесь просто его стирают. Его покалечили еще в первой игре и продолжают калечить в этой игре. Иллидан идет со счетом 2-7. Ну, Керри не должен иметь такой кэда. Ни в коем случае. Иначе команда просто остается беззубой, слепой и глухой. Она нифига вообще не может сделать. Драться некому. Ловить есть кем. Одного кого-то выключить есть кем, а кто будет настреливать с руки непонятно. А здесь уже два очень крутых ДДшника. Здесь Лешрак лупит магической своей ерундой. Здесь Сайлент с руки напиливает очень жестко. Сайлент, кстати, купил себе уже практически купил себе Линкенсферу. Ой, Линкенсферу. А я в Скаде, безусловно, практически купил себе уже Сайлент. Есть у Резолюшена. Шива, ну, это же скач тут просто. Империя развлекается уже. 14 тысяч по голде Эмпайр и 12 тысяч по экспириенцию тоже в пользу Эмпайр. Прыжок на Фобоса от Йоку. Ну, Йоку перебыковал. Здесь Резолюшен, конечно, рядом, но могли Йоку и оставить здесь и правильно бы сделали. Куда ты без взрослых лезешь? У Года продолжает грейдиться Дагон. Третьего левела Дагон. Ничего больше у Года не появляется. Кого Пак может выключить этим Дагоном? Ну, Флая может выключить. Пожалуй, что так, 940 ХП. Флая может выключить. Йоку не может. Алоха Дэнса тоже, мне кажется, не может. С Резолюшеном вообще уже ничего не сделаешь. У него есть БКБ, у него нормальное количество хеллспоинтов. С Сайлентом тем более. Ничего уже не сделаешь. У Сайлента тоже ХП предостаточно. Сейчас еще Скади прилетит у нас Сайленту и ХП тут за 2000 перевалит. Куда этот Дагон вообще? Кому он? Зачем? Ну, понятное дело, что горячка уже началась от команды ВП. Год уходит из файта, Дагон провязал. И все, Сайлент фуловый, БКБ включил, пошел драться дальше. 2600 ХП у Герокоптера. И до этого не очень просто было убить, а теперь вообще не пойми как убивать Герокоптера. Сейчас появится нормальное количество демеджа, какой-нибудь МКБ или какой-нибудь Баттерфляй, например, у Сайлента. МКБшку, например, некому собирать здесь. Просто Иллидан не способен, остальным нет смысла в принципе. Остальные с руки не валят. Единственный, кто может собрать МКБ, это Дроу Рейнджер. Но вариантов не так уж и много. У Иллидана тут просто бы собрать, я не знаю, хоть что-нибудь уже. БКБ есть, Яша есть. Для Дору Рейнджер нормальное количество демеджа, естественно. Но 34-ая минута артефактов, по сути, так и нет. Лешрак в это время забирает Рубика. Просто в Саляк увидел, пришел, увидел, навалял. 24-21. Эмпайр начинает пушить по мидлейну и какие, собственно, эскейпы есть у команды ВП. Подраться в пятером. Классическая схема. Хочешь переворачивать катку, дерись в пятером, Лешрак у нас. Теряет половину ХП, ну, это проюзанный Дагон. Все, Дагон проюзан у Резолюшена ХП. Предостаточно 1400. Не скоро еще будет Дагон у Пака, не скоро он откатится. В это время Тауэр забрали. Резолюшен прыгает у нас за счет Даггера прям в самый центр файта. И ВП вынуждены уже просто с хайграунда отстреливаться от Эмпайра. Они как чума прут на хайграунд команды ВП. Есть здесь Стампид. Можно залететь всем. Резолюшен супермобильный. У Резолюшена есть Даггер, и он врывается в самый центр файта. У него 17 зарядов в Бладстоуне. У него есть Шива, у него есть БКБ. Пробить с руки Дроу Рейнджер его не может, потому что у дровки мало ХП. Ой, мало, точнее, демеджа. Пробить маги не могут, в принципе, потому что БКБ. Ну и все. Лешака еще попробуй пробей с руки здесь. Шива есть здесь. Ну и здесь дохренища Тефа. И ХП немало. Ну, я не очень понимаю, как ВП могут затащить эту катку. Ну, под смоком ВП. Могут застать врасплох команду Эмпайр, хотя уже поздно. Все. Аэга есть. В самый центр прыгает у нас Резолюшн. Провязал Шиву. Лоу ХП ФНГ, Лоу ХП Фобос, Лоу ХП Лил. Кулдаун падает на голову. От Сайлента Сайлент близко не подходил, но кулдаун при этом по всем просто развалился. Под Рим Койлом стоят сразу три игрока команды Эмпайр. Никто. В принципе, у нас не дерганный. Все стоят на месте. Викет, секрет, Резолюшн. Ультра килл в этом файте. Дроу Рейнджер не умерла, потому что Дроу Рейнджер у нас фактически мертвая всю игру. Иллидан так и остался стоять на собственном фонтане. ГГ, ВП, Виртус Про проигрывают вторую карту и команда Эмпайр в одном шаге от победы. В одном шаге от 64 тысяч долларов, которые отдаются за первое место в ЕС-портале. Две игры из двух за команду Эмпайр и пока что ВП выглядят, ну, очень не очень. 2-7-4 у нас. Иллидан, 2-4 Шейкер, 4-8 Рубик, ну, и единственный, кто в порядке был, так это Пак. Ну, Пак до поры до времени был в порядке, дальше год не очень стал выглядеть. Ну, и команда Эмпайр тут просто респектуля вообще отлетела. 8-4 Лешрак, 10-3 Герокоптер. Кто должен был убивать, тот убивает. Ну, что? Игра была дольше, игра была чуть более затянута. Лешрака изначально загнобили. В этом, я думаю, есть некий минус команды Эмпайр. Ну, глянем. УВП последний шанс перевернуть ситуацию в свою пользу и хоть как-то пободаться с командой Эмпайр. Услышимся через 5-6 минут. Не переключайтесь. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ, у микрофона друг. Все это при поддержке Тим Эмпайр. Продолжаем третий матч уже через 5-6 минут. Не переключайтесь и не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте и на наш канал на Ютуб. Будем очень рады вам. Все, до связи. Небольшая пауза и услышимся через короткий промежуток. Субтитры сделал DimaTorzok